Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про неожиданные союзы Неожиданные союзы, которые возникают сейчас в мире или не возникают Тут промелькнуло немало новостей, в том числе про... все наверное слышали уже про газовый рубль И про расчеты за газ в рублях, но пока это вышло на уровне анонса Пока это несколько укрепило нашу национальную валюту, но как это будет работать, так сказать, на дальнюю перспективу, надо еще посмотреть Единственная страна Евросоюза, ну из того, что я видел, которая не выразила по этому поводу какого-то чудовищного ужаса, это наверное Болгария Они вроде достаточно спокойно на это отреагировали, все остальные, включая кстати Сербию, которая в список недружественных стран не входит На которые это напрямую не распространяется, тем не менее выразила определенную беспокойность Потому что Сербия к Черному морю, как известно, не выходит и с Россией границы не имеет Поэтому у них там чисто логистические сложности возможно Кстати, сегодня годовщина начала вторжения НАТО в страну Югославию тогда еще В которой, собственно, в течение трех месяцев с марта по начало июня велась бомбардировка крупных городов, в том числе Белграда Бомбардировали практически все страны НАТО, и страны Бенелюкса, и Испания, и Португалия, и Франция, и практически все Поэтому это к вопросу о том, кто кого судит Вот, значит, ну, по газу это надо смотреть А тут более интересные есть моменты Например, не так давно, собственно, на днях, на неделе По крайней мере информация об этом датировалась вчерашним днем Ирина Верещук, вице-премьер Украины, высказала много фи по отношению к Венгрии Заявив, что Венгрия не оказывает должной помощи Украине Ну и Венгры действительно с их премьером Орбаном заняли такую прагматическую позицию С Россией ссориться они не хотят С одной стороны, они не противопоставляют себя открыто вот этому санкционному фронту Но стараются минимизировать свое в нем участие При этом другая страна, которая вместе с Венгрией Вот буквально две их было Их постоянно склоняли в Евросоюзе Польша, две страны, которые в Евросоюзе называли такими авторитарными, правыми, националистическими, консервативными, какими угодно Нелюбящими геев и прочих представителей меньшинств А вот Польша собралась ни много ни мало воевать То есть поляки на саммите НАТО заявили о том, что они хотят идти миротворцами на Украину Но тут есть две проблемы Во-первых, НАТО их не поддержало Хотя, если они пойдут с польскими знаменами, а не с натовскими Американцы к этому отнеслись несколько спокойнее Европейцы сразу от этого отмежевались Тут сложно сказать, то ли это, так сказать, попытка играть роль спасителей То ли это желание просто под шумок зайти в Львов и в западные области Которые, как мы знаем, исторически некоторое время к Польше относились Поэтому, в общем, будем смотреть, что они будут делать Возможно, это просто бравада для увеличения внутреннего рейтинга После того, как в НАТО скажут, что мы, как страну НАТО, вас туда не отправляем Поляки скажут, ну вот, это, так сказать, наши трусливые союзники А мы-то были готовы Ну, в общем, будем смотреть, что будет в этом направлении дальше Поэтому вот Венгрия и Польша, которые вроде бы недавно стояли на одной полочке для Евросоюза Теперь оказались в совершенно разной позиции Ну, очевидно, что у польского национализма камней преткновения с Россией гораздо больше, чем у венгерского Вот Следующий интересный момент Это ситуация вокруг выступления Зеленского в Кнессете Дело в том, что президент Украины по видеосвязи выступил в Кнессете И это вызвало достаточно сложную реакцию Да, некоторые бывшие политики израильские выразили большую поддержку так называемой молодой украинской демократии Но, правда, по поводу демократичности украинского режима Не так давно на вполне украинском, ой, простите, конечно, американском канале Fox News Прозвучала очень разгромная речь одного из ведущих по поводу того, что, ну, в общем, украинская демократия – это не демократия вовсе Вот То есть, при этом, повторюсь, это один из рейтинговых, наиболее рейтинговых новостных каналов в Штатах Но большинство в Кнессете заняло либо позицию такую примирительно судейскую, что называется Чтобы быть арбитром между Россией и Украиной и налаживать какой-то диалог Либо вовсе некоторые общественные деятели, в том числе проживающие за пределами Израиля, но еврейского происхождения, заявили о том, что Зеленский переврал факты, что украинцы массово участвовали в Холокосте на территории Украины, служили охранниками в лагерях, что ООН УПА участвовали в убийстве евреев и так далее При этом, что интересно, есть мнение, что Израиль начал определенные шаги по ограничению въезда украинцев на территорию Израиля и прочее Поскольку ООН вместе с Саудовской Аравией, казалось бы, недружелюбным и непризнающим Израиль государством, выступают против попытки сделки США с Ираном Поэтому традиционные, казалось бы, хотя между собой очень сложно взаимодействующие саудиты и израильтяне, казалось, что они решили тупнуть ножкой в сторону заокеанских друзей А заокеанские друзья вроде хотят устроить сделку с Ираном, чтобы компенсировать за счет иранских углеводородов ресурсы из России Понятно, что Иран союзником Америки не станет Даже пойдя на сделку, Иран будет все равно держать какую-то фигу в кармане А Америка, видимо, ну как мне это видится, я, конечно, не специалист по геополитике Но мне видится, что союзники от Америки, если не отворачиваются открыто, то, ну, за исключением той же хотя бы Польши, да Они, в общем, сильно с шашкой на лихом боевом коне за американские дела воевать не хотят Что ж, будем наблюдать дальше, друзья, за тем, что происходит В ролике я буду, думаю, снимать каждый день Субтитры создавал DimaTorzok